всем привет вы на канале russian riders и мы продолжаем обзор питбайков от роли икмото и это уже топчик эксклюзивчик я бы сказал модель которой нет в серии потому что это каю про который когда-то был 190 но в нем сейчас скорячен x 180 и давайте о нем теперь поподробнее посмотрим ну начнем с двигателя потому что это собственно то что делает эту модель именно уникальный это то же самое что и x160 такой же картер башка но в нем в корячина поршневая на 180 кубов я когда-то ездил на 175 cc на тест-драйве от rolling moto тоже по-моему на кающе но честно этот тест был зимой и как бы распознать там как бы раскрыть его потенциал там особо не было потому что не было возможности потому что была зима они были без шипов ну и как быть там сильно не разгадаешься вот он на удивление на карбе джинке двадцать восьмом судя по всему это стоковая комплектация с 190 зонгшином джинке обычно идет поэтому он здесь и оставлен фильтр обычный тоже стоит только в каком-то чехле как я понял что это был к я просто у 190 все очень просто вот здесь есть отсек для аккумулятора то есть он изначально с электро стартером с электро стартером у нас из мощных движков только 190 к идет на зонгшине надо это не 190 тоже без электро стартер ну и собственно и у него есть ключ зажигания поэтому тоже обычно на пятах которые без стартера ключа нет ключ у нас вот здесь вот подрамки с двигателем разобрались по поводу того как едет двигатель я уже заценил его даже максималку ходят и не самый главный показатель но все же честно здесь двухклапанная башка все-таки я считаю что 190 кузов шину он проигрывает по ездовым характеристикам единственное что удобнее то что у него четыре передачи именно я загонять например там мини кросс потому что их гораздо проще переключать то есть там нейтраль 1 2 3 4 уткнула и все он едет на 4 хоть ты медленно плетешься хоть ты валишь в отсечку 4 3 рабочие 1 2 только стартануть они очень короткие у зонгшина в этом плане передачи по длине и и даже вот когда мы мерили максималку это ощущается что ему все-таки не хватает и но вот длины передач но именно в плане подрыва резкости движок очень хорошо прет пошли дальше по комплектации колеса алюминиевые на реддотах ступицы реддот с прямыми спицами усиленными очень прикольная тема у меня такие были на тоже на прошке бсе кайфовые колеса красиво выглядят и прочная ступица сама по себе спицы в накладках рулинг мод и дишин судя по всему накладки не стоп потому что какие-то они короткие вот резина стоит спереди не понял что сзади кенда может быть спереди тоже кенда но нет маркировок никаких нет спереди так себе сзади в принципе неплохая резина но она утерта сейчас у нас тормоза такие же как и на обычных моделях питов тоже hsk 1 поршневой сзади 2 поршневой спереди здесь никаких заморочек нету все в принципе универсально натяжитель цепи тоже такой прошлый на фрезеровке в принципе у довольно удобная штука буксаторы естественно в ободах в обоих есть ну так как это уже питбайк гоночный спортивный поэтому естественно это все нужно задний амортизатор днм очень кайфовый амортизатор у него огромный диапазон настроек плюс эти настройки так что-то укрутится он должны настраиваться просто руками но почему-то я не могу ее провернуть вот регулировка сжатия отбоя от сжатия у него на выносном бачке вот там вот он также с подкачкой очень хороший аморт вообще как показывает практика у меня такой был мне очень нравился его диапазон регулировок вот передние амортизаторы фастейс если для эндуромотиков фастейс сейчас далеко не топ и все там топят за какая за сзц то на пятах фастейс я считаю очень неплохим амортами они тоже имеют хороший диапазон регулировок они в меру жесткие для райдеров вот типа моей комплекции там пойму поменьше побольше они выдерживают то есть они пробиваются если сток амортики которые стоят на более простых пятах они очень легко пробиваются да они мягкие прикольные для новичков хорошо но когда речь заходит о каких-то прыжках и пролетов то они пробиваются только только в путь просто эти аморты при правильной настройке вообще не пробиваются и хорошо отрабатывают при том что они могут быть ну как бы не особо жесткими реально работать и на скорости и не пробиваться при этом регулировка сжатия регулировка отбоя снизу про клапана для стравливания воздуха все это есть что еще здесь из таких особенностей я не упомянул это рама если я не ошибаюсь то это уже рама evolution которая там 20 что ли года появилась которая чуть-чуть удлинена и которая за счет которой увеличили расстояние от подножек до сидушки то есть высота по седлу у них есть не ошибаюсь осталось тоже но расстояние от подножек до седла изменилась и за счет этого как бы райдером с длинными ногами стало удобнее и правильнее сидеть когда они гоняют мини кросс кик стартер кстати здесь стоит убогий на такой движок я бы точно его не ставил потому что по нему хрен ударишь а двигатель довольно такой жесткий кик надо нормально пробивать кика определенные вы поставил нормальный загнутый много всего фрезерованного на питье опять же добавляет стиля очень стилевая графика как видим графика от лотос арт кто у нас мастер стиля естественно это лотос арт он делает сейчас графику для всей линейки кая в ролинг-мото если я не ошибаюсь фары естественно нету стоит номерной щиток потому что это питбайк исключительно для гонок если вы берете такой для покатушек каких-то дачных там для эндуро то скорее всего либо вы просто богатенький мажор либо вы хотите каких-то острых ощущений и готовы на это потратиться потому что в целом для покатух таких туринговых он будет мощно ват руль 28 стоит переменного сечения потому что пит опять же гоночные да здесь должен быть прочный руль с этой стороны давайте посмотрим что у нас имеется цепь 428 на стоковых звездах я уже замерял максимал очку в отдельном видосе это будет не буду пока спойлерить чтобы вы смотрели все видео мои они так через один ну и теперь пора переходить к тестовой части сейчас мы все это дело заводим и идем кататься так ребят прошку уже завел он долго раскиковался поэтому не хочу его глушить поехали тестировать его адская пушка сейчас также для начала пара прыжков через бревно тот легче кстати поднимался по-другому реально у него зажат сильно сейчас задний морд может быть поэтому совсем иначе переходят реально препятствий вы больше ходовой сейчас зато проверим здесь вот вот это вот это жесткость вот почему-то у этого мне на задний тормоз нажимать неудобно а у того удобно и легче глухнет он сцепление нужно контролировать сейчас реально сложную горочку для битов по крайней мере не хватило резины ух сука по мощности тянул но резины реально не хватило прям он ушел у меня здесь из-под меня вот это глина давно я по такой не ездил вообще не держит рост блин подножка итак ребят буквально там 5 минут достаточно прокатиться чтобы уже понять что это реально довольно сложный питбайк если вы хотите кайфануть просто кататься по лесам то от этого вы не особо кайфанете то есть зон 690 вот примерно похоже работает тоже нужно знать как его настроить во первых правильно потому что без правильной настройки он будет постоянно глохнуть вы задолбаетесь его заводить и при движении при преодолении препятствий с ним нужно именно управляться нужно играть сцеплением либо если это кросс нужно на открытой ручке гонять но он под кросс больше поэтому под открытую руку в общем если что касается просто пит более-менее мощный и покайфовать 150 и 5 150 косовый но не такая вот вещь всем удачи и пока